Слушайте, а что за история с беспилотниками? 96 сообщений о беспилотниках. Как-то тревожно стало. Путин сказал, что нельзя летать, там штрафы за это дело даже какие-то там внедрили и какие-то там фубли за это все нужно сплачивать. А тут 96 сообщений. Как-то разлетались там? Вы знаете, я думаю, что этот вопрос надо задать Министерству финансов Украины. Пришли ли штрафы за незаконные полеты беспилотников над Москвой? Видимо, это вопрос не по адресу. Это должно заниматься Министерство финансов Украины или кому там эти штрафы приходят. Ну, что называется, платить придется, наверное, я так понимаю. Или не придется, не знаю. Это уж как бы решать должна Украина. Будет она платить штрафы за то, что нарушила. Там еще Собянин велел не летать над Москвой. Ну, знаете, это примерно так же, как, значит, руководство Берлина приказало бы, например, не летать, не бомбить Берлин в 45-м году. Ну, не знаю, как бы к этому отнеслись. Отнеслись союзники и вообще Сталин, Черчилль и Рузвельт. Ну, не знаю, трудно сказать. Ну, вот примерно на таком уровне, понимаете, все эти разговоры. Вот ужас, ужас, ужас. Летают беспилотники. А нас-то за что? Ну, в общем, я даже думаю, комментировать не стоит. Это само по себе. Сама по себе вот это вот заявление, вообще этот приказ не летать беспилотником над Москвой. Собянин сначала такой приказ издал. Это, в общем, такая самосатиры. Действительно смешно. Я просто почему про беспилотники вспомнила, потому что Путин не придал большого значения атаки беспилотниками Кремля. Об этом сказал журналист кремлевского пула Колесников. Говорит, их собирали даже на какое-то там тайное собрание, тайный вечер какая-то у них была. И там Путин рассказывал о том, что, слушайте, ну, ничего страшного, говорит, в этом нет. Нет, какой-то беспилотник мимо пролетал. Я так и не поняла, знает он о том, что беспилотник врезался в Кремль или не знает, или от него это скрыли. Тем не менее, он говорит, ну, как-то ничего такого особенного в этом нет. Ну, подумаешь, какой-то беспилотник где-то летал. Ничего страшного. Хотя, буквально несколько дней назад говорили о том, что это прям теракт. Теракт совершен по отношению к голове государства и что обязательно виновных найдут, накажут. И, ну, там что-то страшное будет происходить. А тут, говорит, ничего, все хорошо. Подумаешь. Вы знаете, Екатерина, было бы очень интересно получить когда-нибудь распечатку переговоров или, я не знаю, допросов в подвалах Лубянки тех семерых глав государства, прежде всего центрально-азиатских, которые все-таки приехали вдруг внезапно за сутки, меньше чем за сутки, изменили свое мнение. До этого должен был прибыть один президент Кыргызстана. А тут вдруг целые семь человек. Просто это внезапно. Причем только что Песков говорил о том, что да нет, у нас вообще, мы не звали никого. А тут вдруг они сами столбились. Понятно, что это был такой живой щит, который Путин устроил для того, чтобы не было ударов по Красной площади. Понятно, что там сидел в мокрых штанах и все остальные тоже. Очень характерный был момент, когда они все пошли уже после окончания парада, они все, так сказать, пошли там то ли вечный огонь поджигать, то ли еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, кучно удалились и вдруг какой-то небольшой хлопок. И они так все остановились, испуганно перегинулись, вздрогнули. Ну, в общем, потом все вроде обошлось. Ну, тоже, видимо, так сказать, пришлось потом брюки сушить. Ну, вообще все это, конечно, очень было бы забавно, если бы это не было таким фрагментом кровавой войны. Ну, а вот в целом такая реакция на то, что Москва становится, по крайней мере, военные объекты Москвы становятся законным объектом для ударов украинских беспилотников. Это все выглядит нелепо, потому что, ну, простите, идет война. Киев и другие города Украины обстреливают регулярно, гибнут люди. Там же речь идет не о военных объектах, а о гражданских кварталах, о жилых кварталах, о мирных людях. А здесь, в общем-то, ну, действительно такая совершенно анекдотическая реакция. А нас-то за что? Нелепо и отвратительно. Я еще подумала о том, ну, понятно, что сказали беспилотникам «летать нельзя». Понятное дело, что на параде, я думала, что это будет парад, знаете, систем ПВО, и они будут все направлены в небо и выжидать, прилетит вдруг волшебник или не прилетит вдруг волшебник. Я имею в виду беспилотник с гаслом «Слава Украине! Героям слава на крыльях». Поэтому они, собственно, сидели и ждали этого фрагмента, этого момента. Ну, я думаю, что, в принципе, это бы внесло какое-то новшество или какое-то разнообразие в то скучное действие, которое происходило в течение 45 минут. Тем не менее, не прилетел беспилотник, не знаю, то ли системы ПВО хорошо работали, то ли, потому что мы, опять же таки, был вот этот вот живой щит из глав семи государств. Но мне интересно, а почему самолет судного дня не взлетел? То есть в прошлом году его там погода была нелетная, а в этом году из-за систем ПВО, которые нельзя было отключить, или Путину было лень просто голову вверх поднять, или вообще этот самолет судного дня, он как бы летает или не летает? Потому что опять заговорили, или же в очередной раз, про ядерные угрозы. Если вы ядерными угрозами тут сыпите, так вы хотя бы проверьте, есть ли у вас шанс спастись от этой ядерной угрозы. Ну, знаете, опять-таки, что касается того, что надо было системы ПВО пустить по Кремлю, вот тут есть одна проблема. Дело в том, что я абсолютно убежден, что все те люди, вся та техника, ну, включая, конечно, одинокий танк Т-34, это отдельный анекдот, значит, вот главное оружие – это танк времен Второй мировой войны Т-34, который ползал по Красной площади. Но дело не в этом. Дело в том, что я абсолютно убежден, что у всех тех, кто проходил, включая бронетехнику, проползал по Красной площади, не было боекомплекта. В этом я абсолютно убежден, потому что, ну, украинские беспилотники точно не прилетели, потому что там были президенты, главы государства, стран, хотя и, в общем, поддержавших в данный момент Путина, но вынужденно. И они в целом не являются, точно совершенно не являются законными объектами для удара украинской армии. Но что касается вот прохождения какой-то техники, каких-то людей с оружием, то у них точно не должно быть ничего смертоносного, потому что возможность, что кто-то из них выстрелит не в ту сторону, а выстрелит в сторону трибуны, она все-таки не исключается. Поэтому как раз возможность того, что война закончится именно таким образом, она все-таки существует. Поэтому там, конечно, никого, не говоря уже там о бронетехнике, не говоря уже о стрелковом оружии, там никого с чем-то огнеопасным, конечно, не было. Это были мирные люди, которые, так сказать, были одеты в военную форму. Характерно еще и то, что вот вся эта, ну, понимаете, если вот этот парад, он какой-то ремейк того, что проходило во время войны, то тогда, по идее, нужно было сказать, что вот сейчас все эти люди прямо с Красной площади отправляются на фронт. Ничего подобного не произошло. Все эти люди спокойненько переоделись и пошли домой пить пиво. Ну, или еще что-нибудь в этом роде. Так что это все, на самом деле, декорация. Это вот классический такой холст, изображающий очаг на стене коморки Папа Карла. Значит, что касается реальной угрозы Путина, ну, слушайте, какой там самолет судного дня, какое там ядерное оружие? Ведь, ну, вот среди многочисленных происшествий, которые произошли на территории России в это время, вот это вот легкое такое эротическое поглаживание беспилотниками купола Сенатского дворца, это совершенно точно было. Вот здесь нет сомнений, что это было организовано с спецслужбами, российскими спецслужбами. Тут просто сомнений нет никаких. Потому что представить себе, что кто-либо, либо украинские ВСУ, либо, так сказать, сторонники Украины из числа российских партизан, занялись бы таким совершенно бессмысленным делом, как удар, значит, легкими беспилотниками по, ну, в общем, достаточно прочному сооружению, каковым является крыша этого самого Сенатского дворца. Поэтому это 100% был, что называется, кремлевский сахар, по аналогии с рязанским сахаром, который являлся провокацией, с помощью которого Путин шел к власти в, так сказать, в первую свою каденцию. Поэтому, ну, вот, всерьез об этом говорить не стоит. Это провокация Кремля, 100%, поэтому было бы смешно по этому поводу устраивать. Сам Кремль устроил провокацию, и сам по этому поводу начал там какие-то провокации для того, чтобы устроить истерику, для того, чтобы каким-то образом оправдать вот эти вот удары по жилым кварталам, которые сразу же после этого последовали. Так что, вот, обращать на это внимание, конечно, не стоит.